МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Тихонов и режиссер-постановщик проекта «Жизнь, не театр» Игорь Кузнецов. Здравствуйте, Игорь Дмитрий. Первый вопрос такой. Как лично вы связаны с искусством, в частности, с театром? Давай. Спасибо. Режиссер закончил наш институт культуры, собственно говоря, и пошел по этой стезе. Как раз ставлю, работаю с ребятами, выступаю как педагог. То есть вы сегодня специализируетесь на такой детско-подростковой, молодежной публике в качестве артистов? Я бы сказал, что специализируешься на социальном театре, именно работа в социальном театре. Да, это разные публики. Есть и молодые, и взрослые. Как бы тут неважно. Главное, чтобы донести, чтобы ребята правильно поняли, взрослые правильно поняли. Со взрослыми тоже нужно работать. Да. Дмитрий, а вы? Ну, а я какое-то время занимался любительским театром, был участником уличного театра «Пластилиновый дождь» на какой-то долгий период времени. Ну и сейчас непосредственно уже организовываю мероприятия для молодежи, которые связаны так или иначе с театральной какой-то деятельностью. Да, ну вот какие интересные подробности открылись. Но вот если говорить о проекте, который вы реализуете, театр, это как? Жизнь не театр. Жизнь не театр. Началась театр. Жизнь не театр. То как пришла эта идея, и почему именно вот эта тема зависимостей стала главной? Тут, наверное, я вас известно. Да, да, конечно. Два года назад, в 2017 году, в летний период, мы с коллегами задумались о том, что летом для молодежи, ну, Самары, ну, практически не ведется никакая деятельность. Да, проходит в июне День молодежи, мы очень рады этому, и стараемся максимально охватить большое количество людей. Но, тем не менее, летом где-то где? В лагерях. И мы решили выехать в эти лагеря, выбрали какое-то определенное количество, но не просто так, не с какой-то развлекательной программой, а с тем, чтобы заставило задуматься, чтобы принесло какой-то смысл, пользу. И как раз мы взяли тогда на свой страх и риск щепетильную такую тему зависимости не только вот от алкоголя и там табака и наркотиков, но и также мы рассматривали тогда впервые зависимость от общественного мнения, от игр. Даже от компьютерных, да, сегодня? От компьютерных, да. В том числе, как раз-то один из сюжетов был посвящен ребенку, который свою настоящую жизнь не замечает, а проводит почти все время в компьютере, поэтому теряет друзей. Виртуальная реальность. Да, семью теряет. Ну, в общем, это все в рамках вот постановки было очень так эмоционально затронуто и находило отклик как раз очень много в ребятах, потому что мы показывали это для 14-17-летних ребят и оказалось, ну, к счастью, проблема наркотиков была мало кому знакома, но вот про игры они там прям все вздывались. Да ладно, это ничего, все нормально, я целыми днями играю, ничего, я же нормальный, вон у меня сколько друзей. И мы общались. Редко кто осознает, что это опасность. Ну, это да, я уже забежал вперед, то есть мы сначала подумали о том, чтобы сделать такое интересное для детей в летний период, как бы им донести какие-то интересные темы, и потом уже нашли форму решения, что это должен быть социальный театр, социальная постановка, после чего мы нашли как раз и познакомились с Игорем, как раз у него был большой опыт уже, который нам теперь... Игорь, несколько слов о вашем большом опыте, вот именно работе в социальном направлении. Да, с девятого года работаю как раз социальным театром, был свой, да, свой театр, когда мы работали, ездили, я, наверное, всю Самарскую область объехал, мы были в тех деревнях, кто никогда театр не доедет, и как раз говорили, да, и о чем говорил Дмитрий, продолжая его тему, не просто социальный театр, а мы взяли методику равной-равному, то, что дети репетируют, придумывают, они и сами задавали нам темы. И мы потом с этими темами как раз едем к детям. И это очень важно, что здесь, и мы всегда просили, чтобы вожатые ушли, вот мы ехали в школу, чтобы из школы ушли учителя. Если они говорят о курении, у меня такое тоже бывало, когда девочка встала и говорит, она нам директор, говорит, курите за школой, чтобы я не видела. И мы такие, все понятно, все ясно. Когда дети находят диалог друг с другом, общаются, и это очень важно. Я сам редко когда, как бы полностью участвую в беседе, но есть какие-то моменты, больше все ребятам. И это самое главное, когда они сами поговорят, намного интереснее от своего сверстника узнать информацию, даже по той же компьютерным играм, нежели чем придет какой-то человек с лекции и скажет, это плохо, это хорошо, это не нужно. Да, ну мы к этому уже пришли. Все вот в это, наверное, даже скоро опять это поменяется, потому что время идет так вот быстро, стремительно меняется. И вот эти подходы тоже будут меняться, потому что о подходе, что лучше пусть скажется молодежь молодежи, молодой молодому, это тоже вот уже такой штамп, кажется. Да, кажется, нужно уже меняться. А какой художественный материал вы используете для театральных постановок? Вот в данном случае что актуально, что заходит? Вы же на основе чего-то, да? Я понимаю, а я заставлю ребят не произведений, жизни, 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 что они рассказывают какие-то истории про компьютерные игры, сами, с друзьями. А театральные, а при чем тут тогда театр и игра? Вот, смотрите. Сейчас, начнем с ребят. Что за ребята? Откуда сама труппа взялась? То есть после того, как мы уже с Игорем зазнакомились, придумали концепцию этого всего, мы набрали отряд волонтеров, на тот момент это было 30 человек, да, часть из которых была более заинтересована в этом, часть из которых менее, и устроили им обучение. То есть они непосредственно обучались актерскому мастерству вместе с Игорем. Да, артикуляции, сценодвижения, все это имя, Игорь дал. И параллельно они занимались психологом, который им рассказывал о проблемах аддикции, то есть разных зависимостей, как помочь человеку, который находится в этой ситуации, как распознать в человеке, что он, может быть, нуждается в помощи непосредственно, может быть, ему даже поговорить, руку помощи протянуть иногда, может оказаться дороже, чем любые врачи там, да. То есть они вот уже, пройдя это обучение, потом сели и начали делиться какими-то историями жизненные. У кого-то это было личное переживание, кто-то где-то в подъезде там услышал, где-то кто-то в интернете прочитал. И вот с Игорем они уже из этого всего, из реальных историй составили постановку. А вот насколько важно актерское мастерство в данном случае? Ведь может просто выйти подросток и искренне рассказать? Или все равно нужно вот донести при помощи вот какого-то... Вот это тоже важный момент, да? Вы меня спросили, а что тогда художественно? Зачем тогда театр-то? Зачем он нужен? А как раз и научить, чтобы они умели владеть публикой, работать с ней, держать ее внимание. И, собственно говоря, о чем говорил Дмитрий, продолжая эту тему, слепить эту историю. Мы не просто какую-то голую историю берем, да? Мы их совмещаем. Мы делаем их вместе. И вот это как раз работа. Художественно представить. Проще говоря, обыгрываете вот эту историю. Обыгрываете, конечно, да. Обыграть, понять, преподнести. И чтобы дети поверили. Ну, то есть у нас была девочка такая прям, как сказать, отличница, синдром отличницы. И вот она как-то подошла и сказала, говорит, а можно я сыграю плохую? Роль на сопротивление, да? Да, да, да. И она сыграла, и зал ей поверил. И потом очень долго ее обсуждали. Все, она говорит, вообще-то, я иду на золотую медаль, у меня там по ЕГЭ все 100 баллов, да, везде. Да, значит, у нее талант. Тоже такой момент. Способность. Способность, да. И тут очень важный момент какой еще, что сами ребята приходят, когда они проговаривают эту тему, они сами лечатся. Да, вот такой момент, как бы лечебный эффект тоже присутствует. Мы проговорили, у них есть какие-то знания, они поработали с психологом, они узнали про зависимости, что это не все так просто. И уже к своим сверстникам идут дальше рассказывать. То есть здесь тоже такое, помимо учебной, просветительской, да, как раз терапевтической функции, которая очень важна в социальном театре. Я всегда говорю, что плохой театр смотрит в прошлое, хороший в будущее, а социальный в сегодняшний день. Мы говорим, не успевает сегодня. Нет пьес, написанных где бы там, хороших пьес, да, которые бы написали, как дети сидят там в социальных сетях, там где-то в интернете. Еще нету. Мы еще не осмыслили то, что с нами происходит. Я говорю, что нужно даже опережать. Да, да, мы сегодня об этом говорим, да, и смысл вот этого социального, то, что мы еще импровизационные постановки, мы не прописываем. То есть произошло какое-то событие, и ребята, они говорят сразу, вот оно произошло. И у ребенка сразу, который сидит в зале, говорит, о, так я это сегодня слышал, это обсуждали родители. И вот как раз такой якорь зацеплений, и как раз работа. Если говорить о масштабе вот этой работы, сегодня 2019 год, вы начали с 2017, вот насколько это все продвигается, увеличивается и востребовано? Либо вот как вы начали в 2017 году? Ну, масштабы наши иногда, ну, часто, ладно, зависят. Но они расширяются все-таки аудитория. Нет, они расширяются, они в любом случае расширяются, то есть, да, и это видно по нашей даже группе Самарского дома молодежи, да, вот тот объем людей, вот сейчас 25 тысяч человек подписчиков, это все живые люди, два года назад было в два раза меньше. То есть мы стараемся, идем как раз вот в ногу со временем, как равный-равному, общаемся с ними, какие-то вот интересные им цели показываем, и они следят за нами, идут с нами в ногу. Так вот, мы немножко ограничены всегда в каком-то финансировании, ну, естественно, поэтому вот если первый год этого проекта у нас было всего 7 выездов. 7 выездов, но это было 14 спектаклей, то есть мы брали ребят в лагере, делили там на две группы, одна часть смотрела непосредственно спектакль, ну, так и проще для понимания, не когда там Арава сидит и каждый там где-то на последнем ряду на галерке в телефоне ковыряется, а когда они смотрят на сцену. Так и интересно было, потому что вторая часть, они работали с психологом, то есть у них были тренинги как раз тоже там на доверие, там на вот на помощь какую-то в зависимости, ну, то есть, опять-таки, тренер рассказывал, не вот пальцем грозил, типа, ай-ай-ай, наркотики плохо, и все, вставал, уходил. Он пытался как-то поподробнее объяснить, что там нет, например, легких наркотиков, да, что не бывает бывших наркоманов совсем, то есть это с человеком пребывает до конца. Всего семь выездов таких было, ну, то есть, вот ребята показали 14 спектаклей, 14 тренингов было привезено. В прошлом году мы уже немножечко усилились, и, может быть, спасибо чемпионату мира, потому что летом в лагерях было уже не так интересно, практически невозможно было туда попасть. Мы перенесли это на осень проекта, поехали по школам. Для начала мы с департаментом образования договорились, что от каждого района, 9 районов в Самаре, будет по одной школе, и по возможности, чтобы это были какие-то вот школы, где есть проблемы или какие-то предпосылки к этому. Вот нам дали 9 школ, мы провели 9 мероприятий, то есть уже, получается, 18 спектаклей мы показали. И в этом году также в сентябре будете? В сентябре, да, также проходит, но было немаловажно 10-е мероприятие, в котором участвовали ребята из числа зрителей, из тех школьников, по которым мы проехали. Вот как раз мы решили показать, что технология равная равному, она работает. То есть сегодня он, зритель, он смотрит со сцены, как ему показывают какие-то животрепещущие темы, а завтра он уже способен об этих темах сам рассказывать. И мы взяли вот еще где-то примерно 2 недели на подготовку уже с этими ребятами, которые откликнулись из этих школ, которые захотели тоже выйти на сцену. Точно так же Игорь уже позанимался, и они совместно с ребятами, которые до этого участвовали, вот взяли новеньких из этих школ и показали, как сказать, такой десятый отчетный спектакль на, уже не в школах, но для студентов колледжа. То есть мы позвали как раз ребят, которые уже подальше от родителей, которые живут в общежитиях, которые не подконтрольны, так сказать. Они могут там и курить, да, там и выпивать уже спокойно, у них там свой бюджет, они как-то крутятся. И показал опыт, что они поверили. Они поверили тем школьникам и тем темам, про которые они говорят, что да, такое на самом деле бывает. И даже там какие-то палемики были по поводу того, что да ладно, что ты мне там, я там разочек травку попробовал, чем не будет. И вот тут уже, обладая знаниями от психолога, ребята, которые, ну как бы, ну школьники, они этого не пробовали, они переубеждали студентов колледжей, что вот ты не прав. Вот ты травку покурил, у тебя там в мозгу сегодня переключилось, завтра ты пошел там что-то начудил. И реально они переубеждали. А психолога, как вы привлекли это? Ну, благо в госуниверситете есть кафедра, да, по социальной психологии, где как раз есть специалисты, которые занимаются именно практикой с зависимыми людьми. Вот, спасибо им большое. То есть, это вот два года у нас с нами работал один и тот же специалист, так же, как и Игорь. Но в этом году он переехал на постоянное место жительства в другой город и он зарекомендовал своего коллегу. Вот мы начнем с ним знакомиться. Понятно. Ну, вообще, судьба, так скажем, социального театра, как явление сегодня, вот если проанализировать, какие есть проблемы, обратная связь с аудиторией, перспективы вот этого явления в жизни искусства, в театральной жизни. Да, явление-то большое, тут, понимаете, поддержка, тут главное поддержка. Потому что, мне кажется, да, проблемы-то есть. Вот мы говорим, как хорошо есть социальный театр, а вот если заглянуть и проанализировать, наверное, проблем-то тоже очень много. Естественно, много. Во-первых, специалисты, которые бы с ним доработали, да, очень часто, я сейчас не в обиду не хочу сказать, но очень часто берут на себя эту миссию педагоги. К сожалению, которые там, они что-то там, я не знаю, костюм шприца, костюм сигареты. Вы знаете, сколько я такого пересмотрел уже? Ну, они не понимают, что это нельзя делать, да, то есть нет какого-то образования, даже не хотят они этого, интернет не смотрят. У меня было обучение в одном из регионов, и там собрали, и там люди, я говорю, интернет есть. Я говорю, вы забейте в социальный театр, вылезет очень много ссылок, все, я там писал статью большую, все это об истории, об этом поговорить. Первое, это отсутствие специалистов, именно заинтересованных в этом, которые хотят развиваться. Не просто, чтобы получить зарплату, да, или там какую-то особенность, а вот именно болеют этим. Второй момент, это все-таки социальный театр, давайте сразу говорить, это не окупаемо. Ну, то есть это не окупается, и театр не окупится, да, не может окупаться, у нас не будет там табаков играть, да, в главной роли, там, мы не сможем себе это позволить с Хабенским вместе на пару. Это не окупаемо, и тут вопрос второй финансирования. Конечно, он всегда звучит. А кто-то может вот спонсором выступать? Есть. А есть у вас такие случаи, вот даже вот не называя какие-то марки там или что-то? Да, не называя марки, я не могу говорить, я могу за другие регионы, есть НКО, некоммерческие организации, которые вместе сотрудничают и запускают проекты. Ну, то есть такие, есть такое партнерское сотрудничество. Поддержка есть, все-таки есть. Да, есть это все, и второй момент, это ребята, да, то есть волонтеры, хотя они бесплатно все это делают, но их тоже нужно награждать чем-то. Тут тоже вот все крутится прям, потому что ты постоянно, если ты в этом, да, как ты смотришь в бездну, да, в бездну заглянет в себя. Чтобы этого не было, им нужны какие-то поощрения. Это понятно, это вот такое. Вообще, если говорить, социальный театр, как бы в России в 20-м году ему 100 лет, ну, мы так говорим, да, вообще социальный театр родился из того, что было замена. Это была очень интересная вещь, я смотрел, у Калинина, у Михаила Ивановича, была такая запись интересная, вы не представляете себе, типа они сидели с Лениным и говорят, чем заменить религию? Он говорит, давай театром заменим. Вы представляете, да, если подумать раньше, как там село, там деревня, церковь есть, а медцерковь как исправляли? Делали ДК. Дворец культуры, вот оно. И склады и так далее. Да, и склады, да, ну, в основном дворец культуры, если мы говорим про какие-то сельскую местность, да, и вот как раз чем заменить? Чем заменить вот этот вот разговор, все на равных? Пожалуйста, театр, а гидбригады, ну, вот мы, да, если туда чуть-чуть уйдем в историю, да, вот они, даже тоже социальный театр. И как раз вот это вот произошла такая некоторая замена, а уже после 90-х это отдельное направление, да, можно очень долго говорить о разных направлениях социального театра, да, форум театра, вербатин там и так далее, их безумное количество много, которые живут, растут, действуют. Главное, поддержка. Чтобы была поддержка и, наверное, интерес. Если есть заинтересованный человек в регионе, который бы это будет при помощи муниципальной, каких-то, да, вот как Союз... Самарский дом молодежи. Союз молодежи. Практически. Да, вот как Самарский дом молодежи. Это очень приятно, что они реализуют, они поддерживают, и этот проект есть. И не хочется, вы знаете, наверное, не хочется, вот вы говорите, какой охват, какой охват. Не хочется, чтобы мы там охватили миллион школьников. Главное, чтобы был эффект, результат. Эффект, да. Мне кажется, вот 9 районов, 9 школ, это нормально. И как бы ребята не устали, проехались, и мы как бы знаем об этом и работаем. И дальше уже сами педагоги должны с этим работать, сами родители. Понятно. Дмитрий, а как-то еще будет трансформироваться вот эта форма ваша, вот этого проекта? Она как-то принимает какие-то, вот меняется как-то или нет? Что вы думаете о будущем? Вот пока что есть некая метаморфоза, да, вот там 17-й год, там 18-е отличались немножечко проекты, то есть уже в следующем году, ой, в прошлом году мы вместо тренинга с психологом разработали, соответственно, вместо тренинга игру, которая тоже связана с зависимостью тоже на принятие решений. То есть там ребята кидают кубик, делают выбор, там разберем ситуацию простую, вытаскивается задание, ребята после школы собираются пойти на заброшку. Пойдешь ли ты с ними? Там кидаешь кубик, там, ну, выбирается, то есть эффект. Если там слабое, ну, типа, ты не пошел, но тебя там прозвали трусом. Ты пошел, но на вас там напала стая собак бешеных, еле ноги унесли, и самое, типа, плохое, там были бездомные, они накинулись с вами, ограбили. То есть вот, и, соответственно, то есть вот для принятия решения, то есть у человека вот это задание, и там у остальной части класса спрашивались, типа, кто с ним? Кто пойдет или не пойдет? И они там в зависимости от этого делали определенные ходы, шаги, и в конце потом подсчитывались, кто пришел, кто дальше всех зашел, и за собой больше людей повел. То есть игра такая, не имеющая аналогов, да, она выявляет и лидерские качества, и позволяет проанализировать зависимость человека от других решений, потому что ребенок, который всю игру принимал за, ну, чью-то волю за свою, то есть шел по следу, ничего не делал, он там на каком-то определенной стадии у нас останавливался, и можно было бы проанализировать это. И как раз наши тренеры, они говорили об этом. Ну, то есть, так, как бы, примите к сведению, то есть вот что ваше действие приводит к определенным последствиям жизни. И ребята вот уже выходили, как-то такие задумавшиеся, что будет дальше. Ну, самое важное и ценное, что вы не ориентируетесь вот на зависимость вот этих вот психотропных веществ. Наркотик в наркотике вообще, мне кажется, уже слово устаревает, да. Вот произносишь наркотики, и думаешь, боже мой, когда это было. Сейчас уже какие-то другие формы зависимости, поэтому не нужно цепляться вот к одной форме, а нужно вот в целом, действительно. У вас такой психологически серьезный аспект в работе. Действительно хочется, чтобы была поддержка, и чтобы продолжать вот эту работу. Не с медучреждений, не с каких-то там уже... Кстати, про медучреждений. ...приотов и чего-то. А вот и нет. А, так получилось интересно. В прошлом году некая, ну, какая-то часть волонтеров, наших ребят, актеров, впоследствии, они были из медицинского колледжа. То есть они обладали еще какими-то медицинскими знаниями. И вот, как Игорь говорил, мы в школах просили педагогов уходить. То есть привезли они их в актовый зал. Все, пожалуйста, можете за дверью нас подождать. А, кстати, вот как педагоги перебью немножко, как они к этому относятся? Они, понимаешь? Очень странно. Они все-таки выходят или остаются где-то? Вдруг пропаганда чего-то не того. Да, да, да. Потому что это тоже... Нет, но здесь разговор идет, да, когда, спасибо, опять же, организации, что перед тем, как приедешь в школу, обязательно оговариваются в этот момент. А, ну тогда да. И что ничего страшного не будет. Потому что предложи педагогу выйти, и не каждый согласится. Не каждый согласится. Не каждый согласится. Нет, вы знаете, на моей практике это не было. Было такое, что сидел педагог и говорит, так, сейчас Иванов, потом Петров отвечает, задает вопрос. Тебе вам все понятно? Это наркотики зло. Все поняли? Наркотики зло весь зал. Да, да. Чтобы такого не было. У каждой сферы свой подход. Может, даже не осуждать, не судить, а так уж выстроена эта сфера. Ну, поэтому вот мы есть, то есть мы работаем непосредственно, вот в рамках этого проекта у нас поддержка идет от департамента образования. Мы вместе с ними выбираем какие-то школы, да, и они уже пишут тоже письма поддержки, там просим оказать содействие, принять, вот, привет, ребята вам все покажут. Они такие, уже у них меньше вопросов, не кто-то с улицы пришел. Потому что мы, организация молодая, нам всего пять лет, и многие до сих пор там среди учителей не знают, что мы существуем. Ну, вот это как бы озвейный миф. Ну, и, конечно, департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции тоже оказывает поддержку, потому что это все тоже взаимосвязано. Существуют еще, кроме школ, такие, ну, закрытые, более закрытые учреждения, какие-то дома, там, детские дома, приюты и так далее. Вот вы не планируете туда тоже как-то проникать? Потому что я не думаю, что это не актуально для них. Это актуально для всех абсолютно. Как вы уже тоже сказали, наркотики в наше время не самая главная проблема, с которой может, там, столкнуться молодежь. В том числе, кстати, очень по статистике много ребят попадают под колеса автомобиля, потому что они идут по дороге, переписываются в соцсетях, тех же самых. Просто телефоны, просто вот этот вот интернет тоже какое-то зло там представляет, например. Ну, и старых проблем никто не отменял. И, ну, мы для профиля сначала взяли вот этот промежуток возрастной, 14-17 лет. Но мы планируем заходить сначала по возможности и в колледжи, то есть где уже там до 25, там, ну, 22-23 там средний, и, возможно, в вузы. Но в вузах немножечко... Сложнее, потому что, да, в вузах вот эта взрослость, наверное, она уже мешает людям верить в какую-то там сказку, в игру, и они там, ну, себе знаю, просто связаны там со студвестными, они там вот это «не верю», от них можно услышать чаще. Естественно, конечно, Игорь делает все возможное, чтобы никто так никого не сказал, и нашим актерам все-таки верят. Да и они потом вживаются в свои образы и, ну, как вживаются в рамках спектакля. То есть когда они снимают маску, вот про то же самое отличное, что вы говорили, да, они говорят, я бы никогда так не поступил, и там, да ладно, вы серьезный актер. Бывают, да, бывают такие реакции, когда дети, серьезно? Ты не наркоман? А мы тебе тут рассоветовали? Про девочку рассказывали, отличницы. Мы, по-моему, не упомянули, а очень крупная часть вот нашего этого мероприятия, «Жизнетеатр», это не столько вот там тренинг и постановка в самом спектакле, сколько вот обсуждение этого спектакля со зрителями. То есть когда прошло действие, это вот отличительная особенность, опять-таки вот именно технологии равны и равны. Вы рассмотрели и разошлись. Да, мы не оставляем вопросов без ответа. То есть какая-то есть недосказанность была в спектакле, актеры спускаются со сцены, говорят, я Вика, у меня какие-то проблемы, я Сережа, я распространяю среди друзей то-то и то-то. И вот как раз начинается процесс фасилитации. Давайте, ребята, вспомним, что мы увидели. Вот, например, вот какая история была вот там с Викой. Там кто-то сзади поднимает руку, она вот попала в такую ситуацию, в плохую компанию и не удержалась то-то и то-то. Что мы можем сказать? То есть все проговаривается. И да, потом это проговаривается, и потом, ну то есть, естественно, ребята, так как им не безразлично, они верят этим вот это равным и равным, они пытаются помочь. То есть вот ломается четвертая стена между ними и актерами, и они пытаются вот реально, то есть вымышленным персонажам протянуть руку помощи, потому что они, ну вот есть в них еще вот эта доброта, ее не искоренили в наших детях, ну 14-17 лет, все-таки еще дети. Да, это дети. И они не черствые. Ну не все, естественно, да, но есть такие, которые... Я вот играл там по 20 часов в сутки, я продолжу играть, я на этом, я открою YouTube-канал, буду зарабатывать, и мне вот, я в школу не хочу ходить. Это, кстати, тоже был сюжет такой же, в одном из постановок. И вот, и потом, когда все уже, все слои, все вскрыто, все советы даны, ребята снимают себе маски, говорят, я не Вика, я на самом деле Маша, и я не попадал, и вам не желаю в такую ситуацию попасть. Так все основательно продумано. Конечно, для этого у нас специалист, не просто, понимаете, не просто режиссер откуда-то там из той же Академии культуры, там, институт, точнее, культуры, там, позвали. Профессиональный режиссер. Игорь, как раз хотел у вас узнать, вы, вам что дает вот эта база работы в социальном театре, работы с детьми, как вы говорите, вот как для профессионального режиссера, вы что оттуда вот в свою копилку уже складываете, это вам помогает? Помогает, помогает. Вот как вот к этому вы относитесь, это же определенный этап в вашей работе, вы же, я не думаю, что до конца вот вы будете работать вот в этом театре, ну, мне кажется, вот эта такая база сильная, серьезная, которую вы сейчас копите, она во что-то выльется еще более сильная и серьезная. Естественно, она должна вылиться, я даже не знаю, что вам ответить, потому что сейчас, мне кажется, выливается. Столько реальных случаев, да, все такая копилка, мне кажется, да, можно, да, уже писать. И даже работа с детьми, с преподаванием актерского мастерства в качестве режиссера, это же тоже копилка, вы же с ними работаете, вы тоже тренируете свои навыки. Как объяснить. Кстати, вот работа, да, с детьми, когда ты смотришь фильм детский, да, и ты видишь сразу работу режиссера с ребенком, актером, когда ребенку сказали, так, Маша, ты вот сейчас посмотри сюда и скажи вот эту фразу, в окно вот, взгляни так задумчиво, и Маша смотрит и говорит, и ты видишь, и не веришь, и видишь вот все грехи работы ребенка режиссера и так далее. У вас есть свой принцип работы с детьми? В чем он заключается? Говорите, дети, дети, 14 лет. Ну, вы сами сказали, что это еще дети, молодежь, молодежь. Я просто в 16 лет закончил школу, поехал, поступил в институт, и ничего страшного, а тут прям в 14 лет дети. Ну, как вы взяли, да, неопределение. Смотрю, да, молодежь. А с молодежью, да, потому что, вы знаете, меняются. Ну, если говорить, да, там, 10 лет в социальном театре, одна молодежь была в девятом, и сейчас полностью вообще просто другое, просто небо и земля, да, там, сети, там, более так, социальные и так далее, очень много. Наверное, чему меня научил социальный театр, это работать с любой аудиторией, то есть с любым человеком, с любой аудиторией. У меня бывает такое, что мы едем, и иногда не знаем, куда мы едем. Ну, в смысле, мы знаем, там, вот, такая-то школа, сколько там девочек, сколько там мальчиков, какой там район, что там такое, да, вообще, ну, понятия не имеем, и найти общий язык, вот это, наверное, самое главное. Мне кажется, сейчас уже нет людей, с кем бы я бы не нашел общий язык, не договорился, не заинтересовал, и не пошел. Вот это, наверное, самый главный навык общения, который просто бесценен. Кстати, вот, неожиданно пришла мне тема, могу ее подкинуть и вам, чтобы ее использовать, тема конца света. Вот с чем, вот, допустим, он будет завтра, и с чем вот каждый из нас, может к ней подойти, вот со своими там грехами, со своими зависимостями, с тем, с той базой, да, которую ты нажил, вот с тем. Вы знаете, об этом говорят дети, но они чуть по-другому говорят. Они говорят не о конце. Все, ты меня поймал. Заразил. Об этом говорят, ну, дети все-таки они. Говорят, потому что 10 лет назад, например, не стоял вопрос самореализации. То есть вообще, я вот так, они вообще не думали, то есть они четко знали, были уверены почему-то. Сейчас не то, что конца света, а конца школы. То есть в прошлом году возникает вопрос, я закончу школу, что дальше? Мне пойти, как мама говорит, там стать, не знаю, врачом, а я хочу быть поваром, там, да, и у них вот этот вот конец какого-то этапа их жизненного и какой-то страх перед будущим, он присутствует, он сейчас все больше и больше звучит, да, вот в 17-м году меньше, в этом году, вот сейчас мы уже работаем с ребятами, все равно он звучит, а что дальше? То есть, а чем мне заниматься? То есть сейчас снимать на YouTube-канале свои обзоры игр и этим зарабатывать, да, либо пойти в реальную профессию, там стать врачом, там опять же, да, кем-то другим, то есть вот этот вот конец, не то что света, а конец моей какой-то жизни школьной, какого-то этапа. Этапа, да. Этапа, да. То есть я сам по себе сужу, там я уже... Не так страшно звучит, но все-таки вот мне кажется, даже вот тема зависимости, это тоже тема конца какого-то, да, или она у тебя или закончится, или у тебя будет просто реально конец, если ты с этим, допустим, не покончишь, как с явлением. тема отцов и детей тоже здесь очень влияет, да, то есть вот этот вот конец, что а я в твои годы там и пять километров ходил, и там в школу там что-то делал, а вот ты там двух метров не можешь пройти, да? Да, когда начинаешь общаться вот с авторами проекта или с тем, кто реализует проект, что это все, ну, просто так, ну, делай, реализуй, реализуй, ну, зашло, зашло, есть эффекты, есть, нет, нет. Еще раз просто хочу сказать, что это действительно серьезный, важный проект, который вот доходит, вот я сама даже чувствую, что он доходит до этих вот молодых людей, доходит вот почему-то, вот потому как он построен. И кто автор его? Еще раз назовите, вот кого можно назвать? Ну, смотрите, мне кажется, все-таки будет справедливо, если это будет называться все-таки плодом коллективного труда. Ну, это тоже очень важно. И вот это все, это результат, да, вот этого, есть эффект, потому что это коллективное. Ну, наверное, можно вспомнить человека, который название придумал. Ой, у нас прям секунды 10 остается. Это непосредственно вот наш бывший сотрудник, Дмитрий Дичков, который вот нас познакомил с Игорем. Ну, я думаю, что это важно назвать, потому что действительно проект заслуживает уважения. Удачи вам, успехов, всего самого хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова